МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телеканал Тверь. Сегодня в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Официальная хроника. Давненько ее не было, я даже соскучился. Андрей Шевелев сегодня отправился в больницу скорой помощи. Елена Глушкова сопровождала визит. Угрозу смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Тверской области переоценить сложно. Ее уровень составляет порядка 63%. Это в полтора раза больше, чем в целом по России. Причем большая часть умирает не от самого инсульта, а от последствий заболевания, не получив необходимой реабилитации. Первые звенья в цепи лечения сосудистых заболеваний профилактики уже есть, выстроены. Но на этом цепочка лечения обрывается, поскольку только 10% больных, которые перенесли инсульт, могут получить долечение в санаториях, которые едут у нас в санаторий Митина, Карачарова и хорошо там восстанавливаются. Но это всего лишь 10%. Еще, скажем, какая-то когорта пациентов поступает по месту жительства в стационары, а около 70% больных выписываются по месту жительства. И это бремя тяжелых заболеваний ложится на родственников, на семью, на общество и на нас с вами. Решением проблемы станет создание нового клинического центра медицинской реабилитации на базе больницы скорой медицинской помощи на улице Пичугина. Региональные власти на средства из областного бюджета за 2-3 года планируют полностью преобразить учреждения, создав все условия для восстановительного лечения пациентов, перенесших инсульт. Мы четко определились и с совещанием приняли решение до 1 сентября. Ныне представляет поэтапный план, как мы должны проводить организационные мероприятия, восстанавливая, это был центр, восстановить его структуру, совместить работу ни в коем случае не повредить работе 4-й больницы, потому что многие профили мы совместим, также по скорой помощи. Соответственно, просчитать необходимые Минстрою затраты, которые нам требуются заложить в плановом порядке на следующие годы, последующие годы, для восстановления всех пустующих помещений, восстановления реабилитационных помещений. По оценкам специалистов, в случае успешной реабилитации 70% пациентов смогут вернуться к нормальной жизни. Впоследствии будет рассмотрен вопрос о создании подобных центров на базе других медицинских учреждений. Тем временем, в законодательном собрании Андрей Епишин докладывал журналистам итоги работы весенней сессии. Анна Шевчук с информацией. В начале пресс-конференции Андрей Епишин отметил, что, подводя итоги парламентской сессии, хочется говорить не о статистике принятых законов и количестве заседаний, а о приоритетных направлениях в работе законодательного собрания и результатах которых удалось достичь. Парламент – место для дискуссий, опроверг известную поговорку председатель ЗС. Впервые настала полноценная работа, фракционная работа. Четыре фракции, никак такого не было в парламенте нашего региона. Мне кажется, сегодня вот такое конкуртивное взаимодействие, здоровая конкуренция между фракциями, она наладилась. Значительную часть парламентского сезона заняло участие в двух напряженных избирательных кампаниях – выборах Госдумы и президента страны. Кардинально изменен и закон года – закон об областном бюджете. Несмотря на сложности в этой сфере, социальные обязательства власти растут. Региональным парламентом принят ряд законов по поддержке материнства и детства. В первую очередь сейчас подчеркнули эти законы на цель на то, чтобы мы стимулировали, конечно, рождаемость. И в данном случае, чтобы у нас как можно больше семей принимало решение завести второго, третьего, последующих детей. Это, напомню, закон о бесплатном предоставлении земельных участков для граждан меньше трех и более детей. Установлен теперь у нас региональный институт капитал. Среди прочих звучал вопрос и о распуске Тверской городской думы. Как отметил Андрей Пишин, городской парламент – это урок для современного парламентаризма. Также на пресс-конференции задавались вопросы о введении закона о такси, работе молодежной палаты, возобновлении работы Дорожного фонда, а также о цензуре в интернете. К международным новостям по-прежнему основное внимание приковано к Сирии. Ну вот, в частности, Хилари Клинтон призвала мировое сообщество надавить на Россию с тем, чтобы мы согласились с применением против этой арабской страны экономических санкций и, возможно, санкций военных. Но мы кремень, и на нас нынче не больно-то надавишь. Глава российского МИД Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Кофи Анна накануне заявили, что договоренности по вопросу кризиса в Сирии в Совете безопасности ООН возможно достичь на тех же основаниях, что и в Женеве. Анна выразила надежду на то, что все члены ООН продолжат обсуждение и найдут формулировку, которая будет приемлема для всех нас, на основе которой мы сможем строить дальнейшую работу. Он добавил, что основной целью всех стран должно быть прекращение насилия в Сирии. Как раз сегодня в ООН идет голосование по вопросу принятия предложенного западными странами проекта резолюции, который предполагает наложение санкций на режим в Сирии. Россия в свою очередь предложила продлить срок пребывания миссии наблюдателей ООН в Сирии без введения санкций. У нас были хорошие переговоры с президентом. Мы обсудили ситуацию в Сирии и меры, которые надо предпринять, чтобы прекратить насилие и убийство. Мы также обсудили пути, шаги для перехода к мирному процессу и урегулированию. Очевидно, что в Совете Безопасности начались обсуждения вопроса резолюции. Мы надеемся, что члены ООН продолжат обсуждение и найдут формулировку, которая будет приемлема для всех нас, на основе которой мы сможем строить дальнейшую работу. Я могу только подтвердить, что Россия готова к такой работе. Мы нашли непростой компромисс в Женеве на конференции, которую созвал господин Аннон 30 июня. Женевский документ консенсусный. Я не вижу причин, по которым мы не смогли бы договориться на тех же основах и в Совете Безопасности. А вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин отправился в Индию. Там предполагается обсудить военно-техническое сотрудничество наших стран. В ходе обсуждения будут затронуты вопросы поставки запасных частей для ранее поставленной авиатехники, разработки истребителей пятого поколения и передачи авианосца Бекрамадития. В ходе визита Дмитрий Рогозин проведет совместно с министром иностранных дел Саманахалли Малайи Кришной очередное заседание Российской индийской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сопредседателем которой он является. Самый главный акцент, то, о чем я уже сказал, переход от прямых продаж к совместному производству системы вооружения и их использование в том числе и для экспорта в третьи страны. Мы считаем, что это очень перспективно для Индии. Это позволит Индии поднять уровень научно-исследовательских, опытно-константских работ с того уровня, на котором находится сейчас индийская оборонная промышленность до уровня стран, имеющих развитую инфраструктуру, производство вооружения, военной и специальной техники. Еще об оружии. Россия намерена добиваться от Ирана отзыва исков Тресейский суд Женевы за невыполнение контракта по поставкам Тегерану комплексов С-300. Вета на эти поставки наложил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. И основанием для этого послужило решение Совета безопасности ООН закрыть поставки Ирану ракет и ракетных систем. Однако под запрет ООН не попадают суммы комплекса класса «Земля-воздух», каковыми С-300 и являются. Сумма иска без малого 4 миллиарда долларов США. В случае, если договориться с Тегераном об отзыве исковых требований не удастся, Москва может возобновить поставки С-300 Ирану. Источник газеты «Коммерсант» правительства России заявил, что положение с иранским иском крайне серьезное. Высока вероятность, что Женевский суд его удовлетворит. При этом международный арбитраж, по словам источников правительства, скорее всего не станет учитывать все тонкости нынешней сложной ситуации вокруг Ирана. Иранская же страна намерена отстаивать свою позицию на основании положения резолюции ООН. Еще внимание заслуживает известия из Японии. Там возобновил работу четвертый блок атомной станции ОИ. Это в префектуре Фукуи на юго-западе острова Хансю. На полную мощность, передает этот артас, этот реактор должен выйти 25-го. Подготовка к перезапуску энергоблоков АЭС ОИ проходила не совсем гладко. На обоих реакторах произошло несколько инцидентов, которые хоть никак не повлияли на безопасность и работоспособность АЭС, но стали дополнительным поводом для опасений со стороны противников АЭС в Японии. Третий и четвертый энергоблоки АЭС ОИ являются пока единственными работающими ядерными реакторами во всей стране. Остальные 49 исправных атомных энергетических установок либо находятся на техническом осмотре, либо ожидают разрешения на возобновление деятельности после аварии на АЭС Фукусима-1 в марте прошлого года. И в продолжении темы. Уже в течение примерно двух недель по всемирной паутине гуляют видеоролики, снятые на японских пляжах. В основном это остров Окинава. Красота, снятые в традиционном японском спокойном стиле, съемки сопровождаются умиротворяющей музыкой. Открыли пляжи в префектуре Фукусима. Случилось это после того, как пробы воды показали, что уровень радиации в воде и в воздухе не представляет опасности для здоровья. На пляже, как сообщается, установлено электронное табло, на котором отображаются эти показатели. Уровень радиации в воде составляет менее 1 бекерреля на литр. В воздухе 0,07 микрозиверта в час. Вернемся к событиям в России. У нас другая жизнь и, естественно, новости другие. В Твери сегодня, к примеру, в очередной раз соревновались юные строители. Евгения Щетинина с репортажем. Все прелести строительной романтики сегодня можно было ощутить в микрорайоне Южный. Возведение многоквартирного дома здесь превратили в конкурс профессионального мастерства. Штукатуры, плиточники и каменщики, уже давно познавшие ремесло изнутри, соревновались в умении быстро и качественно выполнять свою работу. Главный приз – 40 тысяч рублей. Польза таких профессиональных конкурсов, во-первых, большая для участников конкурса, в первую очередь. Люди хотят показать свое мастерство, посмотреть, на что способны другие, сравнить, насколько они достигли каких высот в своей профессии. Ну и организации между собой тоже хотят посмотреть, какими же специалистами располагают их коллеги по профессии. Стоя на девятом этаже будущей многоэтажки, с трудом осознаешь, что вся эта конструкция возведена с помощью нескольких строителей. В век автоматизированных технологий человеческий труд все еще остается на первом месте. В номинации «Лучший штукатур» участвовала целая строительная династия. Сергей Круглов все свои навыки передает сыну. Признается, здесь еще и профессиональное родство. Строительство всегда будет, оно нужно. Он владеет не только штукатуркой, он владеет и плиточными работами, и малярными работами. Так что он мастер уже универсал, так скажем. Вот таких, если специалистов молодых побольше, то строительство было бы вообще идеально. Помимо профессионального мастерства, на конкурсе определяли еще и лучшего прораба. В Тверском технологическом колледже они выполняли теоретические задания, касающиеся основ строительной отрасли. Победителей награждали там же. Культура. В выставочном зале на Советской сегодня открылась выставка известного гламурного фотохудожника Екатерины Рождественской. В нашем городе она проходит уже во второй раз. И во второй раз автор на открытие выставки не приезжает. Это обстоятельство, впрочем, ничуть не испортило настроение посетителям. Дибров, Гаркалин, Шифутинский, Басков, Золотухин, Маковецкий, Хоркина, Пьеха, Моисеев. Это далеко не полный перечень российских артистов, спортсменов и прочих медийных лиц, попавших в объектив Екатерины Рождественской. Оригиналы этих картин висят в лучших музеях и частных коллекциях мира. В Третьяковке, в Музее изящных искусств в Бостоне, в Национальных галереях Вашингтона и Лондона, в Брюссельском Королевском музее. Несмотря на летний будний день, с самого утра на выставку потянулись первые посетители. Эльвира Лоткина, например, приехала специально из Кувшиновского района. В выставочном центре она бывает нечасто, но от увиденного сегодня осталась в восторге. Я много слышала, читала про Екатерину Рождественскую. Я в восхищении, что очень много знакомых персонажей, так интересно одеты. А вот Любовь Анисимова давно интересуется творчеством всей семьи Рождественских. Екатерина – ее любимый фотохудожник. Я знакома по журналу «Караван». У меня несколько журналов, а там публикуются. Всегда я смотрю. Но в журнале одно, а здесь прямо Эдита Пеха. Она, я ведь, конечно, могу не узнать, но ведь это совершенно другой человек, красавец. А это Оксана Федорова. Ну, в общем, вся картина. Эта выставка для Екатерины Рождественской – 127-я по счету. Взору тверетян представлены 84 работы фотографа. Екатерина работает более чем на 30-ю фотопроектами, и они имеют следующее название. Например, частная коллекция, когда она снимает известных людей, стилизует определенные известные произведения и живописи. Коллекция родня, когда известные семьи также стилизует под какие-то известные события. Дальше есть новая коллекция, которая сегодня представлена на нашей выставке – это «Винтаж» – «Обращение к моде наших бабушек и тетушек». Дальше еще одна коллекция – «Мужчина-женщина». Честная коллекция – визитная карточка Екатерины Рождественской. Эти работы в представлении не нуждаются. Продолжение следует... На этом все. Вечером все же найдите время потанцевать, ведь это так здорово. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова